Это понятная политика. Здравствуйте. В годы войны Швейцария представляла собой островок свободы и безопасности. Островок, который не знал, что такое бомбежки, сожженные деревни, геноциды, концлагеря. Островок, который находился, по сути, под самым боком у вермахта, но чудесным образом весь ужас войны не ощутил. Почему же Гитлер воздержался от захвата этой страны? Эти факты сегодня не любят вспоминать в небольшой и вполне успешной Европейской республике, которая для многих синоним уюта, богатства и очень надежных банков. Для нового поколения считается, что нацисты испугали швейцарских партизан. Но это лишь вариант удобной истории. На деле же все было до банального просто. Страна вступила в сговор с нацистами, да еще и заработала на этом приличные деньги. Продолжение следует... Продолжение следует... Официально во время войны Швейцария сохраняла нейтральный статус. В этом, если и есть доля правды, то совсем небольшая. Поначалу горная страна и правда пыталась угодить всем. В предвоенной Европе продавала продукцию не только Германии, фашистской Италии, но и Англии, Франции и другим. Алюминий, электричество, механизмы для взрывателей – все это расходилось на ура. Однако в 1940 году французская армия будет разгромлена Германией и капитулирует перед Гитлером. После этого Швейцария резко меняет свою внешнеэкономическую политику. Логика здесь простая. Работаем с теми, кто на данный момент сильнее. Страна подписывает договор с нацистской Германией об укреплении торгово-экономических связей. Чуть позже, в июле 41-го, уже после нападения вермахта на СССР, будет подписан и еще один документ. Похоже, тогда швейцарцы верили, что нацисты завоюют весь мир. В современной Швейцарии про расчетную политику практически не рассказывают. Наоборот, молодое поколение слышит патриотические посылы о том, что их родная армия немецкого вторжения ждала и готовилась дать нацистам жесткий отпор. Но факты, а ведь это самое главное, говорят о том, что все было совсем иначе. В 40-м году, после разгрома Франции, швейцарская армия была сокращена втрое. С 450 тысяч человек до 150. То есть фактически она перестала существовать как боеспособные вооруженные силы. Накануне войны, когда готовятся к нападению, когда собираются защищать свою страну, когда собираются отстаивать каждый сантиметр родной земли, армию втрое не сокращают. Это означает, что швейцарские власти вовсе не собирались воевать с Адольфом Гитлером. Они собирались с ним торговать и сотрудничать. И в них это получалось. В справедливости ради отметим, что план нападения все-таки был. Подготовить его Гитлер поручил еще в июне 40-го. Назывался он Таненбаум. Сокрушить страну планировалось всего за несколько дней. Да и почему не захватить территорию с банками, набитыми золотом? Но сроки наступления постоянно сдвигались, и в Берлине решили, что Швейцария принесет куда больше пользы рейху, если останется якобы независимой и мирной. Что если Третий рейх от вторжения в страну удержала не бескомпромиссная воля к сопротивлению слабой армии, а готовность к сотрудничеству дружественно относящихся к немцам функционеров, как посол Швейцарии Ханс Фрёлихер в Берлине, и стремящиеся к наживе владельцы заводов и фабрик, которых пощадили? Поскольку люди после 1940 года на станках работали шесть дней на немцев, а на седьмой молились о победе союзников. Классический анекдот того времени в Швейцарии. Дело здесь, конечно, не только во взаимной торговле, но иные факторы мы раскроем чуть позже. Пока перенесемся на 20 лет назад, дабы отбросить любые сомнения касательно швейцарской симпатии Гитлеру. В 1923-м, ровно 100 лет назад, еще молодой, особо никому неизвестный Адольф Гитлер приезжает в Швейцарию в поиске денег для партии. Времена непростые, экономика Германии в кризисе, и для борьбы за власть нужны немалые суммы. Ораторские качества Гитлера впечатлили швейцарцев, и домой тот вернулся с неплохой суммой. Сегодня это примерно 600 тысяч швейцарских франков. Именно эти деньги позволили Гитлеру в ноябре того же года совершить так называемый пивной путь. Первую попытку взять власть Германии в свои руки. Так что история дружбы с Гитлером, как видите, началась не вдруг. И швейцарцы были, по сути, первыми, кто вложил деньги в будущего диктатора. А уже во время Второй мировой это во всех смыслах взаимовыгодное партнерство. Автомашины, локомотивы, станки, геодезические приборы, радиоаппаратура и другие средства связи, вооружения и боеприпасы. Список того, что производила Швейцария для нацистов, можно продолжать долго. Третий рейх активно закупал в огромном количестве швейцарские многоствольные зенитные установки. Более того, Швейцария вполне сносно кормила солдат вермахта. Так компания Нестле поставляла шоколад для немецких сухпайков. Употребляли солдаты вермахта с удовольствием молоко, кофе и другую продукцию. В целом, с 1939 по 1942 год, 45% швейцарского экспорта приходилось на Германию и Италию. В августе 1940-го Швейцария сделала Гитлеру шикарное предложение. Страна обещала обеспечить транзит немецких грузов через свою территорию. И предоставила нацистам долгосрочный заем в 150 миллионов швейцарских франков. Кредитовались, прежде всего, угадайте, закупки вооружений, произведенных в Швейцарии. И суммы постоянно росли. В феврале 1941-го это уже 315 миллионов, а в июле того же года еще 850. Вот каким образом Швейцария помогала нацистской Германии вести Вторую мировую войну и очень дой продлила эту войну. Если бы Швейцария не помогала бы таким образом Германии, война, возможно, закончилась бы раньше. Ну и куда же без знаменитых швейцарских банков? А вот они напрямую участвовали в преступлениях нацистского режима. Оказывая ему важные финансовые услуги. В 1934 году конфедерация приняла закон о банковской тайне, разрешавшей создание анонимных счетов. Многие историки уверены, что документ принимали под чиновников Третьего рейха. Так, одним из первых такой возможностью воспользовался сам Гитлер. Все деньги от продажи книги «Майн Камп» уходили в швейцарские закрома. Всего же нацистская элита отдала в банки Гильвеции 15 миллиардов рейхсмарок. По тем временам это более 7 миллиардов долларов. Еще один важный пункт – торговля золотом. Его у нацистов было хоть отбавляй. Изъятые запасы оккупированных стран просто награбленные, либо конфискованные у врагов рейха. Объемы сумасшедшие. Только из Нидерландов и Бельгии – сотни тонн. Но для нацистов в то время драгоценный металл не имеет никакой ценности. Купить за него ничего невозможно. А вот обвинять на швейцарские франки почему бы и нет? Для закрытой немецкой экономики именно франк станет единственной конвертируемой валютой в Европе. Без Швейцарии, можно абсолютно точно говорить, Германии не досчиталось бы тысяч танков, самолетов, или они бы имели намного более худшие характеристики, просто потому, что дефицитные виды сырья поставлялись во многом благодаря финансовым операциям через швейцарские банки, транзитом через разные третьи страны. И чисто сухопутным путем, чисто физическим путем через перевалы, которые проходили в основном как раз через швейцарские Альпы. То есть Германия завозила в Швейцарию то, что награбила на оккупированных территориях, в том числе у евреев, золото, драгоценностей, и меняла это на швейцарские франки, дабы обеспечить свой ВПК нужным сырьем и продолжать убивать. В этом и была главная договоренность Гитлера и Швейцарии. На Нюрнбергском процессе министр экономики Третьего Рейха и президент Рейхсбанка Вальтер Функ заявлял, только в Швейцарии мы могли еще обменивать золото на необходимую Германии валюту. И речь идет не только о золотых запасах государств, захваченных гитлеровцами. В Швейцарию шло золото, представляющее собой золотые кольца и зубные коронки тех, кого нацисты уничтожили в концлагерях. В свое время удалось проследить весь путь золота из Освенцима до хранилищ швейцарских банков. Кассиром, отвечавшим за перевозку этих активов в Рейхсбанк, являлся гауптштурмфюрер СС Бруно Мельмер. К слову, за свою деятельность он получил всего три года тюрьмы и впоследствии дожил до начала 80-х в Западном Берлине. Кстати, очисткой золота насильно снятого с узников занималась компания Дегуса, официальный партнер Рейхсбанка. После этого немецкие банкиры продавали выплавленные слитки швейцарцам. Чудовищный бизнес. Во время операции «Рейнхард» массового убийства почти двух миллионов людей в лагерях смерти Белжец, Собибор и Требленко, в оккупированной немцами центральной Польши, согласно официальным подсчетам, было собрано более 1800 килограммов золота и 10 тысяч килограммов серебра. С большой долей вероятности можно предположить, что его было намного больше, однако приспешники СС, очевидно, присвоили себе большую его часть. Точных данных о золоте мертвых также нет. Французский зубной врач, работавший в специальном подразделении в Освенциме, выступая вскоре после войны свидетелем в одном из процессов, ориентировочно говорил о 17 тоннах золота. И официальные нет, в местные банки фашисты свозили целое состояние, награбленное подчас кровавой экспансии. По разным оценкам, сумма фашистских активов могла достигать 4 миллиардов долларов. Неприхотливая Швейцария происхождением не интересовалась, активно приумножая свой капитал. Так называемое стоматологическое золото вместе с ювелирными украшениями, отобранными у узников концлагерей, пленных либо убитых, переплавлялось в слитки по 20 килограмм. Тонны золота оседали в сейфах Тюриха, Женевы, Базеля и Лугана и других городов. Миллионы людей прошли через пытки, массовые расстрелы и газовые камеры для того, чтобы фашисты могли извлечь из их трупов золотые коронки. И вот такие депозиты размещали у себя финансисты. Денежные мешки помогали нацистам работать в серую. Коррупционных схем тогда также хватало. Через швейцарские банки власти Нидерландов продавали евреям путевки жизни. За 30 тысяч долларов людей могли нелегально вывезти из Европы. Деньги уходили на счета в Альпы. Пушки гремят, людей истребляют, но где-то должна быть та финансовая основа, которая до этого военного конфликта была, во время военного конфликта работает. И по окончанию военного конфликта кто бы не победил, а вот он центр, в котором опять все встретятся и опять начнут финансовую экспансию. И Швейцария в этом смысле была очень-очень необходимой частью даже, если хотите, и самой Второй мировой войны. По разным оценкам, за годы Второй мировой нацисты награбили свыше 800 тонн золота. Примерно 130 из них было изъято со счетов частных лиц. Большая часть награбленного золота хранилась на счетах в Швейцарском национальном банке. Пользуясь своей банковской тайной, финансовые магнаты проводили тысячи операций в интересах клиентов из фашистской Германии. Другой прием — это банковская тайна. Якобы мы настолько фанатично следуем своим профессиональным канонам, что, извините, даже нацистов мы вам не раскроем. Я считаю, что это лицемерие, потому что никакие профессиональные каноны не могут быть выше нравственных ориентиров. И то, что до сих пор нацистские счета обслуживаются, и наследники нацистов, сбежавших в свое время в Южную Америку или какие-то другие страны, до сих пор пользуются этими деньгами, это на самом деле крайне безнравственно. Швейцарцам после войны, конечно, предъявят. И за пособничество, и за кровавое золото. Мол, верните награбленное. Но в ответ будет лишь возмущение. Да и проблем кругом столько, что явно не до Швейцарии. К тому же страна попробует откупиться, отдав полмиллиарда франков на запуск обескровленной европейской экономики. До поры до времени деньги нацистов тихо продолжали храниться в укромном месте. В 1995 году Всемирный еврейский конгресс обвинил швейцарские банки в хранении золота Третьего рейха. 150 швейцарских страховых фирм признали себя банкротами. При этом банк Credit Suisse вывернулся. Во всех его отделениях одновременно произошли пожары, уничтожившие всю отчетность. Нет бумаг, нет дела, нет виновных. При этом многие годы Швейцария наотрез отказывалась признавать существование подобных счетов. Но в конечном итоге признать все же пришлось. Однако даже при этом суммы, которые хранятся в банках, были существенно преуменьшены. В середине 90-х делом заинтересуются американцы. По распоряжению президента США Билла Клинтона будет создана специальная комиссия. После расследования которой и выяснится, какие богатства на самом деле хранятся в сейфах якобы нейтральной страны. Те последние скандалы, которые были вспрыты с банком Credit Suisse и UBS, лишний раз подчеркивают, что вот это благополучие, в кавычках или без кавычках, элементы такой создания оазиса благополучной жизни в Европе, они в прямом смысле слова нажиты нечестным путем. Швейцарские банки в этом отношении, может быть, являются наиболее такими хитрыми, наиболее изощренными. И, в общем-то, вот их авторитет именно базируется на том, что они умеют или до последнего времени умели хранить тайны, которые связаны именно с этими незаконными финансовыми операциями. Вот что, пожалуй, сегодня и скрывается за завесой или скрывается за таким понятием, как нейтралитет Швейцарии. Понимая, что запахло керосином и на кону уже репутация государства, не дай бог еще ударит по экономике, скрипя зубами, швейцарские банки выделят часть денег, дабы заплатить наследникам, тем, чьи накопления когда-то и положили в свои же ячейки. То есть мизерную часть огромных ресурсов, что когда-то привезли курьеры нацистов и что все эти годы приносило солидный доход. История награбленных сокровищ Третьего Рейха долго оставалась в тени. Тема неожиданно всплыла в 1996 году, когда в одном крупном швейцарском банке уничтожались по сроку давности документы о тайных финансовых связях Швейцарии и гитлеровской Германии. Служащий банка выкрал часть бумаг и придал их огласке, что породило грандиозный скандал, поскольку речь шла о конфискованных нацистами ценностях европейского еврейства, так называемом «золоте Холокоста». В этой связи поражает особый цинизм известных на весь мир финансовых брендов, которые не только не собираются возвращать награбленное фашистами, но и разглашать информацию об активах военных преступников, ссылаясь на банковскую тайну. Историки, исследователи и эксперты предполагают, что в альпийских банках до сей поры хранятся десятки, если не сотни миллионов, которые принадлежат жертвам нацизма, в том числе погибшим во время Холокоста евреям. Но совсем недавно гром грянул снова и лишь подтвердил эту версию. Сенат США опубликовал свежий отчет. Оказалось, нацистов швейцарский банк Credit Suisse спокойно обслуживал и после войны, и в 21 веке. Бюджетный комитет указал, что 70 счетов были открыты в банке после 1945 года. Вероятно, они были связаны со сбежавшими в Аргентину нацистами. По меньшей мере, 14 из них оставались открытыми вплоть до 2020 года. Сообщается, что один из выявленных счетов принадлежал нацистскому командиру, осужденному во время Нюрнбергского процесса. Другой также осужденному командиру СС. Данные Сенат США получил в рамках расследования. Американские законодатели намерены продолжить наблюдение за ситуацией. Из отчета делают и вполне логичные выводы. Деньги, которые находились на швейцарских счетах, помогали военным преступникам бежать в Латинскую Америку. Более того, вполне безбедно там жить на проценты благодаря беспринципности альпийских банков, которые продали душу за золото тем, кто утопил в крови сотни миллионов жизней и судеб. Счета нацистских преступников в Credit Suisse открыты. Нацистские преступники вряд ли сейчас живы, а вот их родственники с какими словами приходят? Я сын нацистского преступника, откройте мне счет. Как это происходит? Это первый такой несуразный момент в этой истории. Если американцы все это знают, то почему молчали до этого? Если вы знаете, что это счета, которые остались с тех пор, когда они были, то чего вы их не закрывали? Я понимаю, что такое борьба, конкуренция за то, чтобы считаться главным финансовым центром, чтобы задавить противника. Вот такая нейтральная история. Пока одни мерзли в окопах, спасали от коричневой чумы мир, сытая и довольная Швейцария лишь пополняла счета со свастикой и умножала прибыль. Более того, для закрытой немецкой экономики именно Швейцария стала настоящими воротами в мир, то есть обходом санкций. А сегодня Берн называет Россию агрессором и блокирует ее активы, в то время как Москва вновь борется против нацизма, но уже на территории Украины. Выводы вполне очевидные делать вам. Счастливо.